Добрый день, господа любители ловли форели! Мы продолжаем наш видеоряд по приманкам, на которые можно ловить форель как в Дикой реке, так и в хозяйствах, в прудовых хозяйствах и так называемая Арея Фишинг. Сегодня пойдет речь о воблерах фирмы Итокрафт. Я не буду обсуждать все воблера, которые есть у этой фирмы, я буду говорить только о тех воблерах, которые есть в наличии у меня и на которые я действительно ловил. В основном это серия Имиши, она представлена у меня как в бальсе, так и в пластике. И довольно-таки долгое время я пробовал ловить на эти воблера, у них есть как свои плюсы, так же и свои минусы определенные, о них сейчас мы и поговорим. Ну вот один из воблеров, это Имиши, исполнен он из бальсы, 50 размерчик у него, миллиметров, тонущий. Видите как он сделан, это бальса. Такой воблер мне достался, ну скажем так, по очень дорогой цене. Это минус, скажем так, этих воблеров из-за того, что у них очень высокая цена. И доставка с Японии, и все вместе, ну скажем так, вливается в копеечку. Ну, невооруженным глазом, если вот так вот провести по одной части и по второй части, да, где вклеена лопатка, то уже видно, скажем, брак при изготовлении. Хотя на работу воблера и на его уловистость это не влияет. Лаковое покрытие очень хорошее, на него было поймано очень много форели, и это можно ощутить только, ну, проведя, скажем так, и слыша царапины, да, рукой. А внешне воблер практически не пострадал, да. Он бывал и в корягах, я менял уже на нем крючки, потому что родные крючки немножко так разгибались на крупной рыбе, и были свои нюансы. Ну, воблер нельзя сказать, что исполнен шикарно, да. Хотя свои функции по уловистости и по раздражению рыбы он выполняет довольно-таки неплохо. Эта тонущая модель, она идет в воде горизонтально, даже когда она находится в толще воды. Полетные качества у воблера тоже неплохие. Когда этот воблер тонет, он очень ярко вот так покачивает боками, идя на дно, он качается. Если вы начали твичить, он начинает очень красивые галсы выполнять, и на паузе на маленькой, когда вы отдаете его снова по течению назад, он начинает немножко тонуть и немножко вот так вот проваливаться в воде. Ну, скажем так, лишние блики даются, да, даются, и я считаю, что это все-таки привлекает рыбу. Цветовые гаммы у меня, к сожалению, только вот такая, да, я скажу, не очень она удачная для именно моей рыбалки, потому что не всегда рыба ведется на нее. Лучше, конечно, иметь всевозможные другие цветовые гаммы для того, чтобы действительно узнать, на что способен этот малыш. Так, это была бальса у нас. Вторая модель воблеров серии E-MISHE, это E-MISHE 50S, цифра 2, 1, ST. Этот воблер погружается более быстро, скажем так, fast-syncing. Колебания у него практически отсутствует, то есть вот так вот он не колышется во время погружения, он идет ровно, едва-едва-едва дает такие маленькие блики, то есть несущественные. Я его использую для таких, ну скажем, завальных каких-то моментов, когда надо в глубокий завал быстро опустить какой-то из воблеров и там поработать, поработать и быстро им выскочить. Вот этот воблер для этого идеально подходит. Он тонет тоже горизонтально, заднюю часть воблера не опускается вниз, идет он абсолютно ровно. По ловистости, ну вот эта окраска, ну удачная, скажем так, да. Единственный момент, что я все-таки предпочитаю, чтобы у меня воблера были вот здесь, немножко других цветов, для того, чтобы я мог его лучше контролировать в толще воды. Этот воблер более такой натуральный, классическая окраска, и под форельку он сделан, да, и лаковое покрытие у него достойное. Хотя здесь уже все у него побито зубами и форелей, и окуней, и щук. Он одинаково хорошо ловит всех этих рыб, да. Вот здесь вот крючочки стоят у него красного цвета. Ну они уже немножко облезли у меня от поклевок рыбы и так далее. Все крючки у меня безбородые. Ну того требует соревнования, скажем так. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова